В период с 21 по 23 вступили в силу ряд изменений федеральный закон об оружии. Увеличен возраст, с которого разрешается приобретать огнестрельное гладкоствольное оружие с 18 лет до 21 года. В этом году вводится запрет на приобретение в целях самообороны или охоты огнестрельного гладкоствольного оружия, имеющего более двух стволов или магазин-барабан. Также введены дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии. Ключевой новеллой является установление такого условия, исключающего возможность получения лицензии гражданами, как вынесение органами внутренних дел или органами Федеральной службы безопасности заключение о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, на основании проверки, проведенной по запросу Росгвардии. В частности, ограничения наступают для лиц, привлеченных к административной ответственности за правонарушения, за потребление наркотиков или психотропных веществ, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, либо передачу руля лицу в состоянии опьянения. Также определен период времени, в течение которого гражданин обязан обратиться за продлением разрешения на оружие не ранее, чем за шесть месяцев, и не позднее, чем за один месяц до дня окончания срока его действия. «Скорректирован срок, в течение которого изъятые или сданные на хранение оружие или патроны к нему должны быть отчуждены их собственником в соответствии с гражданским законодательством, либо получены собственником в соответствии с требованиями закона в течение одного года со дня их изъятия или сдачи». На конференции сообщили, что в текущем году с сотрудниками Росгвардии проведено 2300 проверок соблюдения владельцами гражданского оружия условий его хранения. Произошли также изменения административного законодательства. Так, статья 19.4 КОАП дополнена новой частью 7. Она предусматривает состав административного правонарушения за невыполнение законного требования или воспрепятствования сотруднику в осуществлении надзора в сфере оборота оружия. То есть речь идет о случаях отказа гражданина предоставить оружие для осмотра, а также обеспечить доступ к месту его хранения. «Необходимо обратить внимание, что принадлежащие гражданам оружие и патроны должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в том числе членов семьи, в запираемых на замок сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия». Запрещается передавать оружие и боеприпасы к нему другим лицам, обнажать в случае, если отсутствует основания для его применения, носить в состоянии опьянения. Также сейчас нельзя использовать оружие на общественных мероприятиях. Религиозных обрядах и церемониях, культурно-развлекательных, спортивных и иных мероприятиях. «Также необходимо напомнить, что с целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается осуществлять охоту ближе 200 метров от жилья, стрелять на шум, на шорох по неясновидимой цели, стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линии электропередач. Запрещается стрелять вдоль линии стрелков, когда снаряд может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка». В заключении встречи напомнили о действующей программе добровольной сдачи оружия в соответствии с постановлением правительства Ингушетии. В текущем году в органы внутренних дел республики гражданами добровольно на возмездной основе сдано 58 единиц оружия.